Продолжение следует... Их четверо. Они должны угадать человека, загаданного на карточке. Важно назвать не только персонажа, но и его зашквар. Они по очереди задают друг другу вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет». Побеждает тот, кто первым догадается, кто он. А тот, кто отгадает последним, отдаст победителю 10 тысяч рублей. Но я футболист. В этой ситуации проявил себя не как футболист. Не, ну ты не подсказывай ему, зачем ты ему помогаешь. Вы его договорились разделить по пятере? Блин. Я сразу сломался. Подожди. Я играл в футбол на профессиональном уровне? Сейчас, соответственно, не играю уже? Это мы, получается, говорим «нет»? Нет. Не играю. Все. Переход хода. Подожди. Сейчас я не играю. Это вопрос «да, не играет». Если вы думаете, где играть, играйте в приложении Винлайн. Скачивайте по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь и получайте фрибет в 2000 рублей. Ну ладно, ладно. Да, не играешь? Да, не играешь. Да, не играю. Ну, хвалерка хитрый. Да-да-да. Жучара. Подожди. Я русский? Нет. Нет. Слава богу. Я российский футболист? Нет. Давай. Спасибо. Так, я. Я Федун? Нет. Все, мне просто важно было это вначале узнать. Чтобы отпустить ситуацию и дальше расслабить. Я отсек самое страшное. Теперь ты. Я мужчина? Да. Нормально. Я спортсмен? Да. Я тренер? Нет. Все. А вы говорите. Сейчас являюсь телеэкспертом каким-то? Ой, в душе не ебем. Давай другой вопрос. Ну нет, нет, нет. Да нет, ну нет. Нет? Я зарубежный футболист? Да. Я играю в топ-5 европейских чемпионатов? Нет. Нет. А вот и традиционная рубрика. Трое докапываются до формулировок, а четвертый не понимает, что происходит. Какого хера? Он сам виноват. Что, давайте ничего не... Да, формулировка. Конечно, да. Вырулишь туда. По твоей формулировке мы ответили правильно. Так, я пока только не Федун, бля. Я старше 35-ти? Да. О. Я играл когда-либо в футбол? Ну, профессиональный, имею в виду. Нет. Профессиональный или нет? Профессиональный или нет. А так просто играл, да? Не знаю. Бля, я коз. Нет. Я связан с Россией? Да. Ну тоже обтекаемый, я же говорю. Все связаны с Россией, я англичане связаны с Россией. Ну, фиг знает. Я действующий футболист? Нет. Нет, все. А вы говорите. Я вообще запутался. Я кто? Я, ну типа, подождите, человек, который играл в футбол, не русский. А сейчас все. Что ты запутался? Я песни пою. Нет, не поешь. Я европеец? Да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ага. Я закончил профессиональную карьеру? Да. У меня были проблемы с весом? Ничего себе. Да скорее всего. Ну, у всех, наверное, они были. Да, но это тебя не прославило, так сказать. Мне кажется, не было. Нет, не было. Да, ну... Нет, ну как, смотри, известного такого футболиста. Да, в информационном поле, скорее всего, этого не было. Может быть, когда-то... Во время, когда ты был футболистом, не было такого. Я играл в Казахстане. А, нет, да, извините. В Казахстане. В Казахстане надо было дослушать. Но тоже нет, если тебе это легче будет. Я работаю на телевидении? Я работал когда-либо на телевидении. Да. Я толстый. Да пошел. Ну, если мы против фэтшейминга, то нет. Да, да, конечно же. Ты толстый. Так, а теперь надо придумать зашквар. Ну, а что? Коих было множество. Ну, я уткин, правильно? Ну, может, Андронов? Нельзя отвечать. Или Андронов. Вообще никогда. Так, я уткин. Ну, давайте. Что, тут, блядь, можно до утра, зная даже, что ты уткин. Ну, начнем. Я посравшийся с Кандалаки Уткин. Нет? Что ж. Это зашкварится? Да хрен его, в каких-то кругах, да. Нарушал ли я закон, что всем известно? Надеемся, нет. Ну, типа, в информационном болезе, мне кажется, что близок. Ну, близок был, точно. Окей. Так, нет. А ты кого хоть? Вот просто интересно. Вот если бы мы сказали, да, ты такой. Я... Нарушал ли я закон, да, и... То есть ты просто хуйню спроси такую. Вообще. Да пока нет. У тебя следующий шаг какой-то есть? Вот человек, который... Кост, тяжело, честно. Не, не, давай. Кричи на нас. Тяжело. У тебя пока информация, что ты не поешь песни. Давай. Зацепок ноль. Я тренер? Да. Подожди. Да. Да, 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 да. Да. Нет. Да. Почему нет? Тренер, тренер. Нет же. Да, сто процентов. Вот прямо сегодня? Помогли. Да, да, да. Ну, мы, мне кажется, так только его запутали. Такое замечание. Ну, он же сам спросил. Хорошо, так же, да. Я тренер, я живой. Да. Ты кого-то посмертно навсегда тренером ставишь, как футболку вешаешь. Так, я европеец по национальности. Я европейский тренер. Я известный футболист в прошлом. Да. Но неизвестный тренер. Ну, как на это вопрос отрекрасно поднять? Как известный футболист может быть неизвестным тренером? Ну, вот он не знал, что тренер. Ну, потому что мне кажется, что именно сейчас он не тренер. Я так понимаю. Я имею в виду, проявил ли я себя как тренер? Нет. Вот так. Я могу ошибаться. Я шуткин. Я могу любую херню пороть и делать вид, что это единственное правильное мнение. Я как футболист выигрывал что-то на международном уровне. Да. Да. За это что ты имеешь в виду? Оф-корс. Ну, чемпионат Европы, чемпионат мира, олимпийский. Нет. А, нет. В смысле? Нет. Либо кубок UEFA, либо чемпион. Ну, да, тогда да. Это что-то многовато вопросов. Ну, это... Нет, ну... Просто это разные сборные клубы. Это разные вопросы. Нет, вы смотри, вы ответили бы да. Я бы сказал международный, вы бы сказали нет. Нет ощущения, что Валера хитрый жук. Ставьте лайк, если есть такое ощущение. А так вы сами как бы... Нет, ты за нас не решаешь. Международный, мы сказали да. А потом ты бы спросил сборный или клубы. Я не спросил международный. Я, кстати, и про кубок UEFA сильно сомневаюсь. Ты что-то выигрывал? Что-то выигрывал. Некое. Как футболист. Ой, ладно. Я был защитник? Нет. Нет. Это точно. Фу. Я такой, значит, себе иностранец. С лишним весом не страдал. В Казахстане не играл? В чемпионатах не играл. В Казахстане не играл почему-то. В основном, у тебя ошибка есть фактическая в том, что ты запомнил ответы. Вспомни свою формулировку. И вот ты неправильно сейчас сказал. Ну, я, короче... Ну, полегче вроде ты ему сделал. Ну, не, могу прямо сказать, что ошибся. Мне, типа, не прямо профильный нападающий, а скорее атакующий полузащитник. Ну, это вроде бы не верилось, да. Ну, в нашем представлении футбола это так. Ну, потом не доебывайся, если ты... Да, да. Я при этом не... Уже, как бы, у меня карьера сейчас, я уже не играю. Да, не играю. Сейчас. Ты просто будешь всегда все больше... У меня сейчас есть работа в футболе. Вот хуй. Это в аквэдах копаться надо. Что у него сейчас по поводу работы? Прям в футболе нет. Нет. Я упал со стула. Да. Серьезно? Игра только началась, а Дима уже победил. 2 ноября 2017 года Уткин упал со стула в прямом эфире Радио Спорт ФМ. Видео своего падения ведущий опубликовал в Инстаграм. Уткин отметил, что кресло под ним сломалось далеко не в первый раз, но на камеру подобный инцидент попал впервые. Все, закончилась игра? Больно. Ты, блин. Нет, это закончилась игра, то, что я получу 10 тысяч. А, вопрос от кого? Да. О, так интересно. Блин, а я думал, кстати, скорее заснувший, а потом думаю, скажу про спор. Упавший. Так он заснул и упал, или нет? Нет, это разные истории. Я завершил карьеру в период с... В 2000-х, ну, в 2000-х, типа от 2000-х до... Ой, все. Так, нет. Все, вопрос прямой. Как я завершил карьеру? Был ли у меня прощальный матч? Вопрос прямой. Я играл в «Зените»? Нет. Нет. Кошмар. Смотри, ломаем схему. Я могу вот так спросить. Я старше, чем он? Нет, не старше. То есть он младше, чем я? Значит, ответ нет. Получается, что старше, чем он, нет. Правильно? Да, получается, так, Филипп. Получается, ты помог васантов. Да. Я появлялся в медиапространстве в России. Бля, как вы не умеете сужать? Вот помните, как я сделал? Я старше 35-ти, я играл в футбол, я толстый, все. Ну, как ты появлялся? Ну, в Шереметьево тебя видели, да. У меня популярный инстаграм. Что за это? Бля. Да. Да, ты. У тебя в игре кальмара, в кальмара застрелили бы, конечно. Бля, 9 гек. Давай определимся уровень популярности инсты. От чего ты меряешь? Ну, типа миллионы и выше. Да нет, отстань. Этот вопрос прям дисквалификация просто. Ну, нельзя отвечать, отъебись, давайте. Ну, да, да, извиняюсь. Давайте узнаем. А, окей, я правша? Подожди. Подожди, у тебя инстаграм возможно не популярный. Серьезный вопрос. 299 тысяч. Значит, не популярность. Не популярность. Ну, хотя... Ну, тебе надо просто вспомнить всех бывших футболистов. Так все, нет, пусть думает. Думай, думай. Правша или левша в следующий раз узнаешь. Да, да. Я играл в сборной России. Да. Ну, да. Да. Я играл в сборной России при хидинге. Хидинге. Да. Как раз да. Да? По-моему, да. Я играл. Ну, да, да. Наверное, вызывался точно. Я нападающий был? Да. Ну, да. Да, да. Своего рода. Так. Своего рода. Да нет, да. Так. Да все, он понял, блин. Откидываем. Ну, из-за Валеркиной подсказки, что ли, думаете? Нет. Я Савин, что ли, Евгений? Да. Да. Ага. Хитрюга. За шквары Савина. А, ну это до свидания, конечно. Интересно? Сказавший про угол головы Евгений Савин? Нет. Все. Я англичанин. Нет, вот, блядь. Нет, кстати. Это очень хороший вопрос. А, возвращаемся. Очень хороший вопрос, который вообще его никак не приблизил. Даже отдалился. 100%. Пожалуйста, отпустите меня. Я ничего не понимаю. Я был чемпионом мира по футболу. Нет. Это за шквар после завершения карьеры футболиста? Да. Написал диктант про Единую Россию? Да. Фил Красава. 29 апреля 2021 года Евгений Савин написал диктант победы, организованный отделением партии «Единая Россия». Через несколько часов в инстаграме Савина появился возмущенный пост. Евгений объявил, что футбольный клуб «Красава» уходит из Одинцова, потому что Савин не хочет, чтобы его использовали для политических акций. Как так? Ну, я знал это. По Европе пойдем. Из Западной Европы? Да. Как там еще географически сузить-то? Ну, давай, ладно. Ну, я буду, ладно. Что, нас двое осталось по одному вопрос. Немец? Нет. Я тренер? Нет. Ты же спрашивал, работаешь ли ты в футболе. Мы тебе сказали нет. Я Тед Лассо. Это европейская нация относится к топ-5. Чего? Ну, к какому признаку? Давай, вот... Немцы первые, да? Да. Как нация. Ну, короче, относится к топ-5, тем у кого сейчас коэффициент в УЕФА, допустим. Ну, давай скажем да. Ну... Нет. Нет, подожди. Его нация никак не относится. Ну, это сильно запутываем. Ну, запутываем. Ну, а зачем он так? Вот что это за вопрос? Ну, он сам... Ну, я пытаюсь сузить, как ты учил учитель. Ладно, чемпионаты или сборная, скажи, в топ-5. Ну, сборная, да. Сборная нет? Нет. Нет, все, а тогда... Ну, давай про правшу-левшу. Я правша? Да мы едкуда знаем. Не-не, он же эксперт. Он даже сейчас, когда дойдет до самого конца, он скажет, вы меня запутали на правше-левше. Я не знаю. Мы сейчас выясним. Давай, амбидекстер. Полегче. Ну, короче, давай, чтобы тебе чуть-чуть помочь, это не так характеризует его, как ты имеешь в виду. Ты имеешь в виду, что, допустим, Месси стопудово, левша все это знают. Да. Ну, видишь, мы запутаны. Марадона, левша все знают, но нет. Но играл за какой-то, видимо, европейский клуб нормальный. Да. Играл за хороший... Очень. За грант. Да. За грант. Отель Будапешт. Хотя бы... Ладно, это итальянский грант. Нет. А вы не офигели, что Лэмпорт за Сити играл? Сейчас вот это очень важно. Нет. Я представитель одной из африканских стран. Двух африканских. Нет, нет. Английский грант. Фух. Все, теперь уже нельзя вообще ему намекать. Да, все уже. А то Васанто обидится. Сто процентов. Васанто можно намекнуть на что-то. А на что, как намекнуть? Я играл не за африкан... Я не африканец? Ну, не. Очень сильно. Это английская команда была чемпионом последние пять лет? Нет. Нет. Не была. Нет. Васанто, твоя очередь. Не арсенал. Вы бы сразу сказали. Нет. А то чуть-чуть посчитали. Сейчас смотри, Васанто, мы тебе будем сейчас всячески стараться... Да, мы поможем. ...помочь. Честно. Потому что Валерию чуть-чуть... Только какой-то вопрос должен быть, чтобы мы могли помочь. Так ему хочется спросить какую-нибудь хуйню. Я уверен. К ЛГБТ как я отношусь? Из европейских стран? Из Западной Европы? Да. Спиздил ход. Сейчас я еще вопрос. Продолжай. Но, как вы сказали мне, в клубе из топ-5 чемпионатов я не играл. Мы так не говорили. Мы так не говорили. Но я еще раз спрашиваю. Я играл за клуб из топ-5 европейских чемпионатов? Да. Ты спросил, играю. Ты спросил, играю. Ты спросил, играю. Я играю. Да. Мы сказали. Время. Время, брат, важное тоже. То есть игра. Да. Игра. Мы же тебе тогда и сказали, что формулировки... Я выигрывал главный европейский клубный турнир Лиги чемпионов. По-моему, нет. Думаешь, нет? Мне кажется, нет. Тогда нет. Я тоже не помню. Не выигрывал, да? Нет. Масан, подсказка небольшая. Вот смотри. А все же он закончил. Он же закончил. Да. Ну ладно. Я после хотел сказать. Прости. Давай, давай, давай. Тут уже десятка. Ладно бы заработать, а тут потерять. Тут уже потерять. Челси. Я играл за Челси. Нет. Дорогой мой Челси был пять лет назад, ровно чемпионом. Блин, Антоник он. Я играл в итальянском чемпионате. Ну, играл, играл. Да. С попадов играл. Было дело, но ты так не вспомнишь, да. Не, играл, играл. А я итальянец? Нет. Это точно нет. Я играл за Манчестер Юнайтед? Да. Не в защите, я помню. Не, помню, я играл не в защите. Я играл в нападении? Нет. 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 Я голландец? Нет. Опять он кого-то конкретного имел в виду. Блядь, теперь себе думай. Я играл в полузащите? Я ирландец? Нет. Что? Ты понял, кого навел? Да. Ну, кино, скорее всего, он имеет. А кинджин в нападении играл, нет? Нет. Ну, нет, не он. Все, вырезаем это, я спрашиваю за оно. Давай быстрее. Я играл в Милане? Нет. А ты? Нет. В Италии. А, ой, стой. В Милане я прослушал вопрос. Нет. Нет. Кого же он имеет в виду? Я валиец. Да. Я Райан Гиггс. Да. Я переспал с сестрой, ой, с это, с женой брата. Да. Да. Валера, поздравляем, ты сохранил свои бабки. В июне 2011 года The Sun опубликовал интервью с женой младшего брата Райана Гиггза, Наташей. Девушка призналась, что на протяжении 8 лет изменяла мужу с Райаном. Никогда этому не радовался. Мы же определили, что я из Западной Европы. Да. Западной Европы. Нет, ты так нам предъявляешь, как будто мы виноваты, что из Западной Европы, но не голландец и не итальян. Нет, то есть я англичанин? Да. То есть я полгазкоин, что ли? Да. Видишь, как ты расслабился, и сразу все, и сразу все. А, зашквар. Лацо вспомнил. Все-таки надо было ему по тому пути идти. Да. В России в течение года двух был такой же аналог, такого здесь года даже. Ну да, шумело погромче, наверное. Только не от футболиста. Что-что? Ну, да. Но ты, ну, но не в футболе. Не в футболе, в музыке. А, в музыке. Типа не платить. Ну, просто мне кажется, это либо знаешь, либо нет. Я этого не знал. Я пресс-конференцию уже сделал. Вот давай представим, пресс-конференция. Вот тут журналисты. Ты полгазкоин. Что ты можешь сделать такого из ряда вон выходящего? Вылить на кого-то воду. Ну, еще подумаешь. Вот тоже на столе, вот тут всякие штуки. Как будто это даже достойно английского сериала комедийного. Подсказка, чтобы это сделать, надо либо встать, либо взять что-то со стола и не вставать. Что-что? Неплохо. Вот мне нравится, как он подсказывает. И мне было легче от того, что он справа сидит. Всю передачу. Что-то взять и не вставать. Давай проще. Ну, что мы его мучаем? Нужен микрофон для этого. Это Фил имел в виду, что нужно взять микрофон и не вставать. Да. Вот давайте. Хотя привстать все равно же. Филипп, это микрофон. Давай, подскажи. Ну, соответственно, либо встать и развернуться, либо взять и пристать. Сел на микрофон? Почти. Издать звук жопой. А, то есть он пернул на пресс-конференцию? Васанд, но ты же футбольный эксперт. Ты же должен был знать, что в 1992 году, когда Пол Гаскоин перешел в римский клуб Лацио, на пресс-конференции в честь представления нового игрока он неожиданно попросил журналистов тишины, а после этого встал, повернулся задом к микрофону и очень громко испортил воздух. О, да? Микрофон все. Молодец. Вау! Ты меня не знал. О, понятно. Сегодня Васанд проиграл и перевел деньги позу. Поза наверняка все их поставит на Спартак. Ну, помолимся за него. Ну, а вы ставьте лайки, пишите в комментариях, как вам выпуск, и, конечно, подпишитесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!